Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю свои обзоры различных сортов перца. Для чего я это делаю, я уже говорила, но говорю для тех, кто смотрит такой ролик впервые у меня. Предыдущий не видел. В разнообразии сорта сладкого перца, который продают в магазине, очень легко заблудиться, растеряться. А нужно выбор делать осознанно. И вот для того, чтобы помочь нашим начинающим огородникам, ну и всем, кто интересуется, помочь сорт нужный именно им, сорт перца, я начала снимать маленькие вот такие видеоролики с описанием сортов. Потому что, как вы увидели из предыдущих видеороликов, кто смотрел, что перцы очень-очень разные по своим характеристикам. Есть скороспелые, но маленькие, ультраскороспелые. Если они не маленькие, есть крупные, но поспевают позже. Есть средненькие, которые можно использовать и фаршировать, и торговать ими, и кушать. А есть, которые только для салатов. Если, например, где он у нас огромный-то этот? Ну, все потерялся. А вот. Есть с огромными плодами, которые для фаршировки уже не идут. Их только кушать. Они очень толстостенные. Сортов много. Последний я описывала сорт колобок. Это вот, как считается, он шаровидный, томатовидный, с толстыми-толстыми стенками. Но раз уж я дошла до колобка, описала колобок, тут же нужно, значит, описать еще такой же. Потому что они отличаются не сильно. Если вы посмотрите, они почти одинаковые. Просто у колобка он ровный шар, а это шарик гофрированный. Вот этот гофрированный шарик тоже такой же по характеристикам сорт. Сейчас вот так поставлю вместе, как колобок. Вот, подружки. Но просто разная форма. Сейчас я опишу характеристики перца Мирика. Среднеспелый сорт, период от всходов до технической спелости 106-111 дней. Для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растение полуштамбовое, сомкнутое, высотой 100-110 см. Плоды томатовидные, глянцевые, с глубокими ребрами. Толстостенные, массой 190-210 г. Толщина стенки плода 6-8 мм. Мякоть сочная, сладкая, нежная. Окраска в стадии технической спелости зеленая. Биологическая темно-красная. Плоды используются в свежем виде для консервации и приготовления леча. Сорт ценится за повышенную лёжкость и транспортируется хорошо. И отличные вкусовые качества. Если сравнивать эти два сорта, казалось бы, они совсем одинаковые. Но если мы смотримся в описание, то мы увидим, что вот этот сорт колобок 80-90 г, а этот уже 210 г. Поэтому смотрите, как легко ошибиться в магазине. Вот два сорта. Совершенно одинаковые на картинке, одинакового размера плоды. Но на самом деле в реальной жизни колобок в два раза меньше, чем милика. Вот видите, в чём кроется подвох. А когда мы покупаем в магазине, ясно, что мы вот этот мелкий-мелкий шрифт, мы весь не вычитываем. Мы смотрим. Вот два перчика, почти одинаковые, шаровидные. Один ребристый, один круглый. Мы можем принять их за одинаковый совершенно сорт. И ещё. Смотрите, если вот этот колобок, он всего 30-40 см, он как полукарлик, то у этого перца высота уже метр-метр десять. Вот вам и одинаковые картиночки. Значит, это два совершенно разных сорта. Этот маленький, компактный и с маленькими плодами. Этот высокий, совсем не компактный, с большими 200-граммовыми плодами. Единственное, что их обоединяет, это круглая форма и толщина стенок. Очень большая, приближена к одному сантиметру. Если на какие-то заготовки, где большая масса ценится, то лучше, конечно, выбрать этот сорт. Потому что колобочек, он маловат. Выход с него будет маленький, но он для еды хороший, очень толстые стенки, всё. Вот это вот описание сорта Мирика. И я вам на этом сорте с колобком сравнила, показала, что в магазине, когда вы смотрите на эти картинки, внешний вид бывает очень обманчивый. Выбирать нужно только по характеристикам, по подробным характеристикам каждого сорта. Всё, до свидания. Следующий сорт буду описывать в следующем видеоролике. С вами была Ольга Чернова и описание разных сортов перца.